Здравствуйте! Вы на канале Бардачок ТВ, с вами снова я, Александр Трепетин. Одним загадочным местом на Харьковских дорогах стало меньше. На проспекте тракторостроителей с стараниями активистов из телеграм-сообщества СТО Харьков, автомобильных Харьков, появились новые знаки, изменился порядок движения. Это вот как раз на тракторах возле Дамбы, в районе остановки маршрутного транспорта улица Зубенко. При движении в сторону улицы Валентиновской по тракторам перед выездом на Дамбу нередко возникали спорные и даже аварийные ситуации из-за разряда кто кому уступает. Дело в том, что по проспекту до этого места по две полосы в обе стороны, а на Дамбе только по одной. Вот и получается, что при выезде на Дамбу с этого направления кто-то кому-то должен уступить. И тот водитель, что левее, и тот, что правее, считают, что уступать должны именно ему. Первый утверждал, что он не меняет полосу движения, а перестраивается только тот, кто справа, ведь его полоса заканчивается, значит, правый должен уступать. Второй мыслит совершенно альтернативно. Правый ряд, дескать, закончиться не может, потому что идет вдоль края проезжей части, потому уступать обязан левый по принципу помехи справа. Как вариант, перестраиваются оба, потом опять же преимущество у правого. Увы, аргументы и правого, и левого при отсутствии разметки примерно равнозначны, потому конфликты здесь случались постоянно. Теперь же с установкой новых знаков проблема приоритета при выезде на дамбу проблемой быть перестала. Обращение в департамент строительства и дорожного хозяйства горосполкома от автоактивистов получило должный ответ от чиновников и воплотилось в пару новых знаков. Основной, конечно же, это знак 152 – сужение дороги справа. Его наличие перед дамбой делает однозначным вопрос приоритета при выезде на нее с двух полос проспекта тракторостроителей. Согласно знаку, заканчивается именно правый ряд. И именно едущий в правом ряду осуществляет перестроение. Таким образом, в полном соответствии с требованием пункта 10.3, водитель, осуществляющий перестроение, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в той полосе, на которую он выезжает. Отныне никаких сомнений в приоритете здесь быть не должно. Осталось только как-то донести до водителей, что перед дамбой появились новые знаки. Судя по поведению участников движения, далеко не все их замечают. Кстати, о втором знаке. 3.25 – обгон запрещен. Он также здесь не лишний, ибо при обгоне на дамбе случались неоднократно весьма серьезные аварии. Может, хоть кого-то этот запрет удержит от фатального риска. Хотя, если внимательно посмотреть на карту, то вот этот выезд на проспект – это не просто выезд из гаражного кооператива, а это еще и улица Владислава Зубенко. То есть полноценный перекресток. А раз так, то запрещающий знак на дамбе уже не работает, ведь и возу на действия от места установки до первого перекрестка. И какой тогда в этом знаке смысл? Запретить обгон на 30 метрах перед перекрестком? Да, умеют у нас, решая проблемы, тут же создавать другую на ровном месте. Ну, к счастью, в данном случае это не проблема, а так – непонятка. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, увидимся. Ни гвоздя вам, ни жезла. Ну, а русни – пизда. Редактор субтитров А.Семкин